Добрый вечер, дорогие друзья! С вами снова Алан Зар. Как и обещано, мы с вами продолжаем нашу с вами ностальгическую рубрику, посвященную предыдущим демо-версиям игры «Титаник в честь и слава». Это уже третья демо-версия, которая вышла еще в далеком 2017 году. Но, как вы знаете, с 2017 года по 2021 было своего рода производственное затишье. Пройдем с вами, получим маломальски хоть какое-то удовольствие от прохождения, узнаем что-нибудь новенькое, может что-то для вас будет новое, что-то для меня. Ну и, соответственно, проведем параллель с предыдущей демо-версией, со второй демо-версией. Хотя я знаю, что третья демо-версия, да это и мое мнение в целом, что третья демо-версия, она самая лучшая демо-версия из всех, которые выходили до и после. Это лично мое мнение. Ну что ж, начнем? Давно уже не проходил вот эту третью демо-версию. Последний раз, наверное, включал где-то, ну, может, 7-8 месяцев назад. Потом пришлось обновлять оборудование, да и переезд тоже помешал. Так, апрель, 1 сентября 1912 года. Белфаст, Ирландия. Как вы знаете, Белфаст это и был тот самый город, где происходило строительство Титаника. То, что мы с вами сейчас видим, это цеха судостроительной верфи Харланд-энд-Вольф. В тот период времени ребята уже долго работали непосредственно над воссозданием всего городка, где происходило строительство, в том числе и Сауд-Гемптона, где происходило отчаливание Титаника в свое первое и последнее плавание. То есть ребята очень долго заморачивались над разработкой не только судна, но и других локаций. Кстати, то, что мы сейчас с вами видим, это судоверфь, специальные леса, которые используют для строительства Олимпика, Титаника, Британика. Хотя в них строился еще и Гомерик, очень многие суда у Астерлайн после Олимпика, Титаника. Хотя они на самом деле строились как раз таки для этих гигантов. Это офис Харланд-энд-Вольф. В тот период времени был своего рода в ремонте. Ну вот уже поезд подъезжает непосредственно к Титанику, достроечной стеночке, можно сказать. Достроечный пенчал, я точно не знаю терминологу, как это называется. Но здесь, получается, шла достройка лайнера перед отправлением. Между прочим, это 1 апреля. Это как раз тот самый период, когда судно проходило, должно было пройти те или иные испытания перед своим первым рейсом. О, картинка расширилась. Какая красота, посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Между прочим, здесь настройки все на максимуме. Кстати говоря, есть один нюанс, который может вас удивить. Я немножко, можно сказать, что с крыши съехал, в связи с тем, что, как вы знаете, оптимальные требования к данной, между прочим, к четвертой, к альфа-демо-версии Титаник Чесислава, требуется 32 гигабайта оперативной памяти. Так, дело в том, что вместо того, чтобы заказать 2 по 8, я заказал 2 по 16. Вот такой вот и себя товарищ. Между прочим, если хотите знать, вот эта железная дорожка, да, которая вот здесь заканчивается. Насколько я помню, из видеообзора Тома Лински, первого директора разработчиков Титани, в честь и слова, они были в этом порту, когда? В 16-17 году. Так вот, железные, получается, рельсы, они до сих пор на том месте, где они были сто с лишним лет назад. Давайте-ка ускоримся. Я считаю, что третья демо-версия, она самая стабильная, самая обширная, хотя там выходило 2 обновления. Первое было как раз с теми чайками, если помните, гигантами-чайками, которые тут бегали под ноги и тырились. А потом уже обновилось, и там кое-какую проблему тоже ликвидировали, где тоже игрок падал на днище судна и оказывался на дне дока. Вот такая вот интересная история. Если, между прочим, кто не знает, вот это что за штука. Вот это называется док Томсона, длиной где-то примерно в 270 с лишним метров. Этот док специально энное количество лет, я уже не помню, ну где-то 7 лет до строительства первого судна класса Олимпика был заложен. Соответственно, довольно глубокий, я не помню, сколько глубиной. Получается, как эта штука работала. Если вот видите, вот это здание с трубой, это насосная станция. Получается, если нужно было загнать сюда судно, чтобы насадить на его, ну на него насадить винты, соответственно, вот эти ворота открывались. Точнее говоря, давайте-ка по порядку. Насосная станция заливала вот это пространство водой, потом вот эти ворота открывались. Судно, соответственно, потихоньку загонялось вот сюда. Очень-очень медленно, потому что, получается, здесь до вот этих портов, да, по бокам, где-то оставалось чуть меньше метра. Чуть немножко туда, чуть немножко сюда можно было вызвать столкновение. Поэтому только загон сюда занимал где-то несколько, ну там, 2-3 часа, если не больше. Соответственно, ворота запирались, и насосная станция выкачала воду, и постепенно корабль садился на киль, который был там выставлен. И устанавливались по бокам специальные, так скажем, брусья для того, чтобы лайнер более-менее стоял ровно. Вот такая вот история. Между прочим, этот док до сих пор существует. Он никуда не делся. Это отдаленная память о былом величии. Я уверен, что будет сейчас на моем месте администратор группы Лайнерс Легенды Титаник Максим Полищук. Он бы более подробно обо всем этом рассказал. Мои знания довольно поверхностные. Не самые энциклопедические, как у него, но тем не менее. Это, получается, верфь сюда вверх, Harland and Wolf. Отсюда видны вот эти гигантские, колоссальные леса. Получается, леса разделены на два сектора. Те, которые слева, там строился вначале Олимпик, который справа, там строился Титаник. Они строились практически в одно и то же время. И, насколько я помню, разработчики говорили, что вот здесь, вот в этот период, когда Титаник должен был отправляться уже в свое первое плавание, они должны были как-то отразить строительство третьего судна класса Олимпик Британика на месте, на том месте, где и строился Олимпик. То есть, в левых лесах. Не знаю, они собираются отобразить это или нет, но, думаю, учитывая то, что у них уже полностью сместились планы, над чем работать дальше, то есть, скорее всего, ребята будут работать непосредственно только над судном, над его интерьерами. Больше никаких левых идей относительно разработки внешних локаций, я думаю, не будет. Ребята довольно исторически, точно, довольно скрупулезно разрабатывали вот эту судоверфь энное количество времени. Конечно, достойно, конечно, здорово, но, тем не менее, игру надо доделывать, а то уже ждем энное количество времени. По мне, так, Титаник, вот эта игра уже разрабатывается гораздо дольше, чем даже китайский Титаник, который в Китае. Такой долгострой еще можно придумать. По-моему, в игровой индустрии нет ничего подобного. Вот, честное слово, ничего подобного. Я не помню, чтобы какая-то игра делалась так долго. Но зато какая картинка. Особенно меня вызывает, так скажем, восполняет удовольствие, когда я прохожу вот эту третью демо-версию VR. То есть полностью весь объем лайнера во всей своей красе. То есть каким он реально был. Чувствуешь вот эту махину гигантскую. Потому что одно дело, когда ты фильм смотришь, картинки, да, это одно восприятие. Другое дело, когда ты реально стоишь рядом с этим лайнером, это совершенно другая история. Так, давайте-ка пойдем там. Насколько помню, есть своего рода разлом в заборчике. Там надо пройти. Конечно, здесь хорошо, что вот этих чайк нету. Хотя, мне кажется, чисто для того, чтобы так было чем заполнить ямы в моих прохождениях, думаю, я смогу найти, где-то у меня в заначках завалилась вот эта демо-версия, где эти чайки стоит установить и пройти, я думаю. Между прочим, там были тоже какие-то глюки, которые делали этих чай каким-то гигантскими, и они как будто тираннозавры бегали вот по этому берегу. Это что-то... Ну, лично я не видел, но это что-то невообразимое по-любому было. Ну, это, получается, туалеты. Специально для строителей. Гадили прямо в воду, я так понимаю. Не очень гигиенично, как по мне. Ну, что делать? Начало 20 века. Любые были средства хороши, да. Так, получается, это маленький сарайчик. Сейчас тут дверчика должна открыться. Да, открылась. Так, что тут у нас? Ну, здесь, получается, ведра с красками, потому что происходили еще... Так скажем... Ну, проходила доработка по интерьерам, красили, все дела. Тут у нас алкоголь. Old Bush Mills 1784 года. А, кстати говоря... О, смотрите, что я это вижу. Вот, видите, это тут буквы М и Пи. Получается, эти буквы здесь неспроста. Если все знаете теорию заговора, где Олимпик... Или Титаник заменили на Олимпик, или Олимпик заменили на Титаник. Короче, полная ересь. Соответственно, это чисто отсылка к тому, что вместо Титаника, первое свое и последнее плавание, мог бы отправиться Олимпик. То есть, его специально затопили для того, чтобы получить какие-то субсидии, и так далее, и так далее. Но это, конечно, полная чушь, потому что я не знаю, уже какие еще требуются доказательства, ну, чтобы доказать, что над ней лежит реально Титаник. Уже... Не знаю, что еще надо сделать. Насколько была огромная судоверфь. Просто невообразимо. Колоссальный объем и производство для начала 20 века. Ну, конечно, Уайт Старлайн на тот период уже на тот период жестко конкурировала со своим главным конкурентом Кюнерлайн. На тот период они выпустили своих гонщиков в Зитанию и Мавританию. Это, получается, вагонный с углем Джона Милигена. Ладно-ка, пойдем дальше. На этой верфи строились очень разные суда. По известности тоже совершенно разные. Ну, конечно, Титаник что-то уникальное. Я не знаю, все-таки, чем он запал нам всем в душу. Конечно, история трагическая, но что-то еще есть, что цепляет. Цепляет, скорее всего, вот сам факт того, что самое огромное судно в мире, он идет в свое первое плавание. На борту владелец судна, строитель, сталкивается с айсбергом. Ну, это какое-то, я не знаю, это как будто история, ну, реально, как Джим Кэмерон сказал, история, написанная жизнью. То есть книга, роман, я не знаю, как еще. Поэтому, учитывая вот эти все факторы, невообразимые факторы, которые все сошлись в одну кучу, очень сложно верится, что этот корабль мог просто так затонуть от случайного столкновения, просто, ну, реально. Голову как-то не вяжется, то есть в сознание, что это могло быть вот реально так. Ну, не знаю. Жизнь, она очень удивительна. Кстати, сразу предупрежу, что у нас сегодня будет обильное прохождение. Думаю, полтора часа займет. Между прочим, сзади, как слышите, голос главного персонажа, ну, так скажем, это инспектор, который должен оценить качество судна как раз во время испытаний перед его первым плаванием. Ну, я надеюсь, его голос не слишком громкий, чтобы затыкать мой. Поэтому постепенно, потихоньку будем здесь проходить, смотреть, что есть. Так. Ну, вы посмотрите отсюда. Если, я не знаю, каково качество будет на видео, но здесь прямо все заклепки, которые есть на корпусе, прямо выделяются четко, прямо. Настолько фотореалистично, я не знаю. Это надо постараться все это воссоздать. Трубы такого, я не знаю, это какой-то кремовый, что ли, сгущенного оттенка, можно сказать. Никакие они не желтые были, не оранжевые, а какого-то сгущенного. Оттенка вот. Очень красиво. Ну, это вот эти, я не знаю, леса тоже своего рода, они здесь везде рассыпаны. Данная домовая версия представляется своего рода лабиринтик, который надо самому пройти. Если я не забыл, тут есть еще какие-то потайные ходы, которые тоже можно пройти. Но чтобы посмотреть на Титаник с разных ракурсов, посмотрим. Если получится, мы это сделаем. Это тоже туалетики. Все, чем была богата, конечно, эта верфь, это в основном вот эти леса, туалеты. Вроде бы все. Так, кстати говоря, как я здесь могу пройти? Или с той стороны? Здесь все у нас вроде забито. Насколько я знаю, здесь должен быть своего рода маленький мелкий тоннельчик. Да-да-да-да-да-да. Чтобы мы вышли вот в то поле. Чисто поле. Да-да-да. Во. Ой. Что, застряли, что ли? А, нет. Все. Ой-ой-ой. Еле-еле вылезли. Я уже думал, застрянем. Не дай бог на обратном пути застрянем. Так, ну вот это получается тут береговой маячок. Мне вот интересно, вот эти вот, я не знаю, их реальное название, как называется, но как их сюда лепили и как они держали это огромное судно, мне непонятно. Особенно если они здесь, то есть тут даже не скальная порода, тут просто земля. Лепота. Да. Красотища полнейшая. Понятное дело, что ребята создавали всю вот эту картинку, да, общую, из всех фотографий, которые были доступны на сегодняшний день. Я абсолютно уверен, что в частных архивах еще больше фотографий. Понятное дело, что их держат прямо до Талова, до тех пор, пока, ценник будет такой закромешный или их скинут в социальную сеть прямо чисто для того, чтобы какой-то ажиотаж вызвать. Ну, я думаю, это еще такие открытия у нас ждут впереди. Возможно, даже будет какой-то видеоархив, который тоже может вдруг случайно в чем-то частном архиве всплыть. Короче, красота. В полном соку. Ладненько, давайте-ка вернемся. Кстати говоря, если видите, там вдалеке какая-то то ли церковь, то ли что, даже умудрились эту церковь воссоздать. Ребята просто дотошные, да не могу. И там какие-то еще здания на поле. Да. Ребятам реально больше делать было нечем. Согласитесь. Так. Ага. Все, вышли. Слава богу. Так. Ну, давайте-ка пройдем к судну впритык. Посмотрим, что у нас есть там. Так. Между прочим, если я не ошибаюсь, можно пройти вон в тот трап, который ведет на кормовую секцию. Давайте-ка пройдем сначала туда. Сначала пройдем туда, а потом уже вернемся на главный ход. Вот сюда. Так, нет, мы немножко не так зашли. Надо возвращаться. Я уверен, сегодня мы с вами будем очень долго ходить. Так что, ребятушки, терпение нам всем. И вам, и мне. Я сегодня все-таки запланировал полностью пройти вот третью демо-версию, поскольку завтра у меня уже не будет времени на это. Как говорится, хобби – это хобби, а долг – это долг. Долг зовет. Так что, будет денек дежурства. Дальше посмотрим, как у нас сложится ситуация. Если что, между прочим, у меня в дальнейшем есть планы для того, чтобы сделать обзор по Британику. Это будет очень здорово, я считаю. Между прочим, демо Британика, хотя это уже полноценная игра, я ее обожаю. Чисто из-за музыки, как я раньше уже говорил, упоминал. Так. Вроде мы правильно двигаемся. Да, да. Здесь мы сейчас пройдем на этот трап. Ну, вы посмотрите вот на эту красоту. Что-то невообразимое. Настолько фотореалистично, по-моему, не создавался вообще ни один макет, ничего. Вот настолько четко, круто. Так. Между прочим, когда смотрю вот на эту модель, вот так сбоку, сразу вспоминаю наш ледокол Ангара на берегу пролива в микрорайоне Солнечного у нас в Иркутске. Конечно, ледокол Ангара в эквиваленте размером с тендерноматик, там где-то 59-60 метров, то есть, по сути, ни о чем. Но, тем не менее, дух того времени, он чувствуется на ура. Так, здесь, я так понимаю, у нас, да, точно, у нас здесь закрыто, мы не можем никуда здесь пройти. Так. Ну, здесь, получается, у нас дальше будут двери, которые ведут в курительный салон третьего класса. Уже в тот период времени воссоздали даже вот эти все помещения. Абсолютно уверен, что они уже были воссозданы. Просто ребята тянули, тянули до Талова. Так. Вы посмотрите на толщину корпуса. Вот, прямо сталь, она реально, наверное, вот была такой толщиной. Как можно было удосужиться льду пробить вот эту толстую сталь? Скажите, пожалуйста. Прямо скрипит дверь. Что тут у нас? Вот эти решетки деревянные скрипят. Витраб скрипит. Аж страшно, ушам больно. Ладно, спускаемся вниз. Ой, погодите-ка. А, это, получается, отражение от корпуса такое. Вроде бы, да? Да, это отражение. А то я чувствую блики какие-то красные. Я уже думаю, может, это какая-то ржавчина или что-то в этом духе. Но, между прочим, не сказать, что здесь бухта довольно глубокая. Просто потому, что второе дно Титаника, оно довольно крупное. И, как-то слабо верится, что здесь могли поместиться вот это второе дно вместе с винтами. И нигде-нибудь не зацепить дно. Очень удивительно, да? Может, здесь чисто косметически удалось вот это продемонстрировать, но я сомневаюсь, что здесь бухта была такой глубины, честно. так, ну давайте-ка возвращаться к нашему главному трапу. Поднимемся в фойе первого класса. Между прочим, если посмотрите-ка на порт, вот эти брызги или то ли вода после дождя здесь стоит, ну ребята это прямо поработали на славу над всеми вот этими деталями. Как будто реально палуба вся мокрая здесь. Ну не палуба, а вот, ну палуба порта, точнее, как выразиться. Так, опять делаем целый круг. Возможно, какие-то детали пролетят, могу упустить, так что ребятушки прошу прощения. Если будут какие-то вопросы, предложения, замечания, намеки, я всегда рад выслушать. Между прочим, спасибо одному товарищу, моему новому подписчику Беларусин, извините, по имени, отчеству не знаю, за некоторые коллективы в моих, так скажем, прохождениях. мне кажется, можно было и короче пройти, ну ладненько. Интересно, а он тот что забыл за домик? Если кто знает, чей это был домик там вдалеке, пожалуйста, напишите. Я уверен, тут есть в группе ребята, которые гораздо более досконально все тут знают. Так, отсюда нет, я не пройду. Ну, получается, здесь вот эти все ящики, материалы, тут получается вот эти ящики со всеми молотками, шпателями и так далее, и так далее. Да, точно, вот, пожалуйста, молоточек, шпатели и всякое прочее. Мишура. Так, давайте-ка сюда пройдем к носу поближе. Если кому интересно, в принципе как айсберг задел корпус Титаника. Получается, это была довольно длинная трещинка, ну, как сказать, были очень огромное количество мелких трещин по второму дну длиной где-то примерно 90 метров. То есть, это где-то было вот до первой трубы, вот здесь. Здесь как раз проходила шестая котельная, если не ошибаюсь, может немножко я и могу и ошибаться, но скорее всего это где-то вот здесь, вот на этом уровне находилась шестая котельная. Посмотрите, как облака идут, солнце прикрывают, прямо очень красота какая. Так, получается, вот, пробив шестую котельную, айсберг решил судьбу Титаника окончательно, потому что если бы еще пять было повреждений, да, ну, пять отсеков было повреждено сносу, может еще корабль бы выставил, черт его знает, но попробуй затопи котельную и ты потеряешь судно однозначно. Вот это получается угольные баржи, здесь получается есть специальные шахты угольные, куда загружался вот этот уголь, если не ошибаюсь, где-то вот, видите, вот эти треугольные устройства, я не помню их название, получается они специально то ли канатами, то ли чем выдвигались и соответственно спускали своего рода канатики, которыми креплялись вот эти баржи, чтобы они случайно не отплыли и тут ребята ведрами загружали уголь вот эти угольные шахты и такие шахты были практически по всей длине, ну, где вот как раз были угольные эти котельные по всей длине вот эти шахты располагались. Между прочим, если еще можете здесь заметить, видите, вот выступ, да, вот этот балкон, выступ, и под ней идет своего рода такая вот трубка, я не знаю, это канализационная труба или нет, но вот эта труба тоже, между прочим, является отличительной, самое главное, отличительной чертой Титаника от Олимпика, на Олимпике эта труба была внутри корпуса, а после строительства Титаника ее вынесли наружу, так что имейте в виду, возможно, был запашок, я не знаю, есть ли это канализационная труба все-таки, поэтому ее вынесли наружу, не знаю, могу ошибаться, ну, понятное дело, самое главное отличие лайнера Олимпика Титаника то, что вот этот променад был на Титанике прикрыт, его застеклили, потому что брызги моря даже доставали до вот этих верхних палуб, хотя по существу высота здесь лайнер достигает аж 11-этажного дома, не считая труб, то есть, извините, пожалуйста, довольно крупный лайнер, это представьте, сегодня на 11-этажку туда попадут волны, вода и всякая прочая ересь, а вот это вот эти линии, между прочим, если я не ошибаюсь, это линия пипселя, по-моему, да, это специальные линии, если не ошибаюсь, она для того, чтобы определять загруженность лайнера, то или в пресной воде, или в соленой воде, возможно, есть какие-то корректи, может, меня поправите, но, по-моему, это так, а вот эти вот верхние линии, да, это высота палуб, то есть здесь идет палуба F, G, там, выше уже, и так далее, и так далее, я уже сейчас не буду перечислять, не до английского алфавита, ABC, F, G, или как там, так, ну, здесь мы вроде с вами все посмотрели, дальше смысла идти и нету, между прочим, один из моих наилюбимейших кадров, это когда ты смотришь на Титаник, вот так, и ты начинаешь осознавать, какой же он был длинный, между прочим, через VR-очки он кажется еще длиннее и крупнее, даже по сегодняшним меркам лайнеры класса Olympic считаются довольно крупными, и, как по мне, довольно прочными, лайнер приветствует нас судовыми гудками, между прочим, если мы сможем с вами, да, отсюда можно видеть и тут, на третьей трубе и на второй трубе, между прочим, и на первой трубе можно видеть судовые гудки, насколько помню, то ли в 90-х, могу ошибаться, то ли в нулевых, эти гудки были, какие-то гудки были найдены, и их смогли подчистить и перед там толпой зрителей продемонстрировать то, что они работают даже спустя иное количество лет. Так, ну что ж, а, тут стоп, берегите свою головку, даже здесь можно заметить, посмотрите, вот эти все заклепки, насколько они четко прорисованы, то есть, это не просто нарисовка, да, это текстуры, они прямо выходят из корпуса, то есть, это реально текстурки, выделенные текстурки, то есть, это не просто гладкая стенка, лепота, даже отсюда посмотрите, это просто какой-то гигантизм, я не знаю, как это, керанизм, титанизм, я не знаю, как это называть, лайнер был просто огроменный, ладненько, давайте отсюда начнем просматривать интерьер, ну что ж, поехали, мы попадаем с вами на нашу знакомую площадку, то есть, это файе первого класса, ресепшн, посмотрим, какие есть изменения здесь, между прочим, во второй демо-версии тоже были колоссальные изменения со времен первой демо-версии, то есть, там все-таки текстуры были более проработанные, нежели в первой демо-версии, конечно, предметы были перемещены местами, но тем не менее, так, между прочим, сейчас этот товарищ с закадров голосом очень много будет разговаривать, так что попробуем потерпеть, выслушивая его претензии относительно этого лайнера. О, пожалуйста, вам шокотерапия на вечер. Так, если я не ошибаюсь, здесь были кое-какие изменения. Вот этот регулятор света, он стоял над шкафчиком, вот, то есть, здесь по центру, а тут он выведен как будто вбок, возможно. И, кстати говоря, если помните, в мега-демо-версии последнего обновления здесь была кое-какая дверца, там, дверь какая-то маленькая, здесь ее пока что нет, возможно, что-то позже ребята узнали при разработке. Ну, это получается коридор к носу, здесь все забито бочками с краской, все готовится к первому плаванию, соответственно, как помните из фильма Джеймса Кеберона, где героиня в пожилом возрасте уже пожилая рассказывает, я помню запах свежей краски. Так вот, в чем была причина. между прочим, начерт этот запах свежей краски, у нас сейчас в поликлинике идет ремонт хирургического кабинета, у меня от этого запаха уже третий день голова болит вообще. Беда полнейшая. Так, тут у нас тоже будут пасхалки, тоже везде вот эти картинки, фотографии раскинуты. так, у нас здесь уже есть доступ в столовую первого класса. Ну, он что-то тут сморозил относительно сравнения с олимпиком. Точно не могу сделать перевод. У меня с английским счет, а беда. здесь в принципе ничего не менялось, но здесь просто проблема в чем, что здесь не ко всем столикам пройдешь. То есть максимум можно пройти вот досюда, и все. Между прочим, если помните фильм Джеймса Кемерона, где было вечернее застолье, все дела, это застолье происходило вот за этим центральным овальным столом. Главные герои сидели. Обычно это, по сути дела, стол капитана, между прочим, даже здесь на данном этапе можно видеть кое-какую резьбу по дереву вот в данном на данном так скажем выступе. Хотя мне кажется, там где изображены львы, вот эти мордашки львов, там просто картинка залеплена. Пока еще не было никаких текстур. Ну тут понятное дело, начинайте от тарелки и двигайтесь дальше. столько уж столовых приборов, зачем, не пойму. Мне кажется, столько столовых приборов расставляли уже заранее, от того, чтобы стюарты просто каждые 5 секунд, ну официанты, там кто, каждые 5 секунд не бегали и не приносили новый прибор, скорее всего. вот тут понятное дело, нам все огородили, потолочек, посмотрите, люстры как бликуют, как будто реальное стекло, прямо, прямо хочется его взять рукой, настолько все качественно сделано, ребята, молодцы, конечно. Третья демо-версия я считаю самой крутой, самой стабильной, самой, так скажем, креативной, потому что, вот скажем, что касается креативности, смотрите, здесь они поставили вот этот патефончик, можно сказать, да, с музыкой яблочко, тут получается все, как говорится, ремонт в самом соку, то есть, соответственно, здесь товарищ пообедал и пошел дальше красить интерьеры и мебель, стены и так далее. Я бы съел сейчас вот этот бутер, честно сказать, такой аппетитный. Ну, здесь все точно так же. Между прочим, вот эта фотография, я не помню имя, отчество и фамилии, но это, получается, композитор, чью музыку мы слышим сейчас. Музыка, конечно, тоже прекрасная, так скажем, с оттенком, вот если даже можете сейчас слышать, есть отдаленный звук волынки, да, шотландская волынка. Пытались по максимуму сделать музыку достойную музыки Джеймса Хорнера. Ну, тут точно так же все тени, все довольно красочно. Так, давайте-ка порешаем, в первую очередь, куда мы с вами пойдем. Давайте-ка спустимся для начала вниз, посмотрим, как у нас дела с турецкой банькой. Ну, тут в принципе то же самое. Если помните, во второй демо-версии эта табличка была темная, здесь она почему-то белая. Так, наше привычное место, глянем наверх. Лепота. Так, давайте-ка. А тут у нас, между прочим, есть тоже доступ в Скортлет Рут. Если не ошибаюсь, у нас сегодня будет еще доступ в котельные. Так что давайте для начала начнем с турецкой бани и постепенно пойдем наверх по всем помещениям и каютам. Так, здесь получается у нас... Опять на чем что-то базарить. Ну, шо ты так жалуешься, товарищ? Товарищи тут старались три года для того, чтобы воссоздать вот этот шикарный лайнер, а ты еще жалуешься. Или зависть гложет, или что. Вот получается турецкая баника. Между прочим, здесь уже свет как будто стал чуток даже мутнее, чем в предыдущей демо-версии. Так, давайте-ка пройдем турец. Да, я тебя понимаю, друг мой. Тут получается смятые бумажки на полу, бананчик, яблочко и бутерброды. Ну, ребята еще тут делают ремонт, поэтому еще ничего полностью не добили. Мусор везде разбросан и здесь, и здесь. Так, ладненько, пойдем сюда. Вот там уже кто-то лежит. ладненько, это ладненько, тестирование электрическое банье. И, я думаю, я вижу ладненько, еще не было. Прямо обидно пять лет ждать, только получить доступ. Жесть. Так, ну, ладненько, здесь мы с вами все посмотрели. Текстуры, конечно, тут уже более проработанные. и, между прочим, посмотреть. Ой, господи, ребята, это кайф. Посмотрите, какая резьба по дереву. Просто хочется рукой пройтись вот по этим стенам. Настолько это все круто. Ощутить прямо каждую выпуклость, каждый штришок. Это гениально, это креативно, это творчески. Так, кстати говоря, у нас тут, получается, есть доступ. Это, получается, туалет для стюардов. Да. Так, ну, здесь, получается, у нас бойлерный номер 4. Давайте-ка сейчас пройдем-ка вниз. У нас, я думаю, здесь будет доступ в столовую 3-й класс. Но давайте-ка пройдем до начала, до конца коридора. Посмотрим, какие там есть нюансы, которые мы раньше с вами не замечали. Так. Что тут у нас? А, тут, получается, кабинка музыкантов, то есть, здесь жили музыканты. Так. Здесь у нас что? А, это, получается, тропа, она ведет в сторону, если я не ошибаюсь, променада 2-го класса. Видите, там, получается, есть вход, точнее, выход туда. Так. Ну, это, получается, пожалуйста, яркая демонстрация, демонстрация водонепроницаемой дверь. То есть, захлопывал в случае затопления. О, смотрите, этого я раньше не видел. Это, получается, лампы накаливания, да, вот эти, которые тут, ребята, меняли регулярно. То есть, здесь уже еще эти лампы докручивают местами. Так, давайте-ка вернемся. Тут, получается, есть и прачечные, и всякое прочее есть, потому что рядом с котельными температура все-таки выше, и, соответственно, легче сушить белье. Так, о, отсюда мы еще можем спуститься вниз, да? Угу. Да, точно. Если вы помните с моего предыдущего прохождения, когда я рассказывал, что есть, получается, несколько разделов там столовой третьего класса, получается, вот это один зал, а вот здесь у нас второй зал. Но мы в прошлый раз были вот здесь, в этом зале, да, а потом уже переместились вроде сюда, да? Вроде да. Вроде так. Между прочим, там тоже дверь открыта, да? Нет, ребята, все-таки мы были здесь, да? Мы были здесь в прошлый раз. А вот эти двери были прикрыты. Вот, пожалуйста, это дополнительный зал. Ну, тут везде картины лайнера Уайстанбайна, а лим... Ну, парень какой-то нервный. Так. шо мы здесь еще не видели. Вот тут еще эти кувшинки тут в прошлый раз стояли. Кувшинки, видимо, с компотом или с морсом, или бог его знает, с чем еще. Если я не ошибаюсь, где-то вот здесь, нет, не здесь даже, может, я найду этот угол, святой угол. Давайте-ка пройдем-ка сюда. Да, точно. Как кажется, да, вот этот угол. Видите, вот здесь просвет вот такой идет, бликует. Получается, в первом обновлении здесь можно было попасть... То есть, здесь был баг, и можно было попасть в текстуру и упасть на дно лайнера. Здесь это вроде бы прикрыли, но все равно вот эта линия, она осталась. Ну, это один из разработчиков игры. Ну, тут он еще молодой, за это время они там постарели, а ребята конкретно, честно говоря, в шоке немножко, в шоке. Ну, получается, тут довольно крупное помещение было. Между прочим, учитывая даже то, что столовая третьего класса была такой крупной, все равно все не успевали за один присест пообедать или поужинать. то есть приходила сначала одна партия пассажиров, потом через там два-три через час или полтора приходила уже вторая партия. Ну, как-то так это все работало дело. Так, ага, мы вышли сюда. Ну, получается, здесь вход с нескольких сторон. И, если не ошибаюсь, или то ли в первой, по-моему, в первой демо-версии, сюда мы не могли пройти с этой стороны. был блок. Так, ну, вот это мы все знаем, об этом я уже в прошлый раз рассказывал. Пойдемте-ка мы с вами сейчас попробуем попасть в котельную. насколько я знаю, здесь у нас в доступе непосредственно шестая котельная. То есть, самая близкая к носу, где максимум стоит четыре котла. Так. Что тут у нас? это открытый место выглядит как красивый место для собрана и мингла между всех странами Европы, как они делают их путешествие в новом мире. Ребятушки, вы слышите, что тут слышно, как будто тоже мячом играют. Я почему-то раньше этого не замечал. Может, как-то прошло мимо моих ушей? Да, да, да. В мячик тут кто-то играет. Возможно, в теннис. А это, если я не ошибаюсь, своего рода боксерский ринг. Могу не ошибаться? Напоминает боксерский ринг. Возможно, здесь и пассажиры третьего класса боксировали. Может, ошибаюсь. Я не знаю, для чего вот эти цепи здесь стоят. Хотя цепи как-то это жестоко для ринга. Можно было бы канаты такие поставить. Так, ну, здесь понятно, вот это получается ладспорт с левого борта, уже, если я не ошибаюсь, левого борта, и отсюда попадали пассажиры третьего класса на борт. Да. Так, ну, ладненько, тут дверь у нас открыта как раз в котельную. Пройдемте с вами. Если вы, я не знаю, может, помните некоторые, или, может, у вас в коллекции есть книги, получается, даже вот эта, та же самая книга «Призраки Бездны», насколько я помню, Джеймс Кэмерон, да и в 2005 году, по-моему, он спускал свои роботы Джеки Элвуд к этой двери, и там можно было четко, ясно разглядеть вот эту лестницу, которая ведет вниз к котельной номер 6. тут, между прочим, сначала можно подняться на нервы, «О, если Клэр был здесь сейчас видеть меня так дарить». Какой счастливый у нас этот товарищ. А это, кстати говоря, знаете кто? Это есть один тоже товарищ, я не знаю, консультант или нет, у него есть, собственно, игровой канал на YouTube «Спэмэлс», если что, можете зайти посмотреть, у него практически каждый видеоролик прохождения касается непосредственно «Титаника», в разных вариациях, в разных играх и так далее, и так далее. То есть, парень довольно креативный. И вы посмотрели на мою реакцию, когда я недавно включил его прохождение последней мега-демо-версии, так сильно парень постарел, борода седая, и говорил «Ничего себе, что делает с людьми ожидание вот этой несчастной игры». Так. О, кстати говоря, здесь я помню вот эту дверцу. Нет, Робин, да-да-да. Если кто-то помнит, если кто-то проходил вот эту демо, там кто-то стоял вот вот этой прорезе. Я здесь никого не вижу, честно сказать. Да, что-то никого не вижу. А, вот, видите, кто-то там стоит. Чья-то тень. Да, точно, там кто-то стоит. Аж страшно, кто же это может быть. так. Ну, это получается специальные трубы, которые выдавали остаточный пар на вот эти судовые гудки. То есть, соответственно, вот отсюда это все вот так поднималось наверх. Вот, если вы можете видеть, отсюда есть, ну, можно четко видеть первую трубу. Так, давайте-ка вниз. что у нас здесь. Здесь хожу и сразу вспоминаю, как я вот по таким же лесникам ходил по трапам двигателей этого ледокола ангара. Там все примерно идентично. Это холодно. конечно размеры аж в 4 раза разятся, но тем не менее. Так, там и дальше уже пройдем, пройдем, да? Но здесь мы особо ничего больше нет. А тут все огорожено ведрами и так далее, да? Ладно-ка, давайте спускаться вниз, там есть лесенка. Ой. Так. А здесь мы почему не можем спуститься, точно. Так, а ну-ка туда пройдем. О! Добро пожаловать в скотельную номер 6. Тут у нас с вами стоит 4 К2 О3 угольных в скотельной. Нет, мистер Танюшриен Сайкл. Просто свободу. Меня память не изменяет, вот такой один котельчик как раз-таки стоит на ледоколе Ангара. Вот один вот такой, идентичный по размеру, довольно крупный. А на Титанике, как вы помните, их 29. Это только в шестой котельной их было 4 штучки. А последующие котельные, которые идут дальше к носу, там было по 5. О, смотрите, какая тут интересная книжечка, я не знаю, это может какая-то отсылка, кто-то вспомнит, пожалуйста, напишите. Вот это получается своего рода воздуховоды. Если вы прекрасно знаете, наверху есть специальные, так скажем, я не знаю, как они называются, опять же, прошу прощения. Получается, когда корабль плывет, в эти, получается, воздуховоды поступает кислород и спускается прямо в котельную. Потому что огню нужен воздух. Соответственно, чтобы все хорошенько разгоралось, отсюда поступал воздух. Так. А это, получается, одно из ключевых, так скажем, мест. Если кто знает, получается, именно вот здесь айсберг. И прошпорил вот шестую котельную. Вот здесь примерно была прорезь. Если мне память не изменяет, между прочим, на Британике, по-моему, тоже есть доступ в эту котельную, да. Но на Британике, как мы помним, был двойной борт. То есть после катастрофы Титаника, когда строили Британик, они думали, что будет подобная же катастрофа. То, что с Титаника может опять заскочить на айсберг. Конечно, это случай один из ста, который может произойти. Но, тем не менее, они сделали двойной борт, чтобы подобной катастрофы не было больше. Но, тем не менее, это Британик тоже не спасло. Между прочим, вот если вот можете видеть вот эту стальную пластину, которая вот здесь белая заделано. Вот по линии вот этой пластины выстраивалось двойное дно до самого верха. Ну, нет, не до верха, а вот, может, до палубы F или G, не знаю. Хотя, мне кажется, проку от этого, если, смотрите, вот это, по сути дела, с вами водонепроницаемая переборка, да. Ну, вот видите, здесь водонепроницаемая дверь. В случае, если было повреждение, эти двери запирались. Но прок был от этих дверей. Если посмотрите, вот, пожалуйста, вам угольный бункер, да, и посмотрите, какие притерные, некачественные вот эти двери, специально для того, чтобы, ну, так скажем, оттуда сыпать уголь в эту сторону. Ну, представьте, сейчас вы столкнулись, да, нажали кнопку для того, чтобы опустить водонепроницаемые двери. А здесь, получается, вот это уголь рассыпанный. Попробуйте вот эту еще дверь опустить, а она же еще не водонепроницаемая. Она, то есть, вообще никакой защиты не дает. Соответственно, как-то ребята не додумались, когда строили вот этот отсек. И, между прочим, этот дефект был во всех котельных на лайнере. Но, к сожалению, других возможностей как-то выстроить надежно не было. По сути дела, и здесь должны быть водонепроницаемые двери, я считаю. Но сделали все намного проще. И эта простота сыграла тоже ключевую роль в затоплении судна. Если я не ошибаюсь, в одной из котельных, возможно, даже в этой котельной, вот в этом бункере, угольном бункере, возник своего рода пожар или тлел уголь, да, который позже смогли как-то локализовать, перетащив уголь с одной стороны лайнера на другую, в результате чего до столкновения лайнер корабль перекосило на несколько градусов то ли на правый борт, то ли на левый, не помню, честно, уже забыл. Так. Ну, ладно-ка, мы с вами здесь все уже посмотрим. Тут довольно жарко, у меня уже пот идет от того, что я смотрю на этот огонь. Так, поднимемся наверх. Так, вернемся обратно. Ну, мы, кстати, с вами еще, по-моему, не были наверху, да, мы еще не проходили по палубам, да? Да. Так, здесь мы с вами уже все посмотрели, да? Поехали наверх. На палубу С, да, попали? Угу. Ну, здесь, в принципе, та же история, что и второй дыньки. А я уже думал, все тут замазано конкретно. Ну, тут опять же, пишут разработчики, жертвуйте на разработку, пожалуйста, что есть мочи. Так. Ну, туда нам доступ прикрытый. Давайте, кажется, сначала пройдемся по этим каютам. Если не ошибаюсь, там были какие-то каюты открытые, чисто для демонстрации, на полудверь, так скажем, немножко было приоткрыто. И там, по-моему, на двери, да, точно, вот на этой двери, получается, один из разработчиков оставил любовное послание своей девушке. Ну, вот, пожалуйста, одна из кают, демонстрация. И тут, кстати, тоже есть открытая каюта. Ну, здесь, получается, еще каюта штраусов не в доступе. О, тут еще одна каюта есть открытая. Открытая. Ладненько, пройдемте дальше. К карме. С той стороны, я уже уверен, что не будут никакие каюты в доступе, пока все прикрыто. Ну, в целом, даже вот в первые вот эти годы, когда выходили первые демо-версии, была динамика какая-то. Вот эта динамика жестко отслеживалась. Но позже что-то случилось, случилось в какой-то переломный момент, ребята не знали дальше, в какую сторону развиваться, что делать с данной демо-версией. Потому что стал вопрос о сценарии. Долго они работали со сценарием, что можно сделать с данной демо-версией. Делать полноценную игру с персонажами или сделать просто какой-то симулятор ходьбы с некой только философского послания, можно сказать, с философским подтекстом. Мне кажется, что второй вариант более-менее реалистичный, потому что ребята все-таки не дружат с разработкой моделей людей. Я думаю, это очень дорого сядет на них, учитывая, насколько они скрупулезные с разработкой. Они никому не дадут влезть в свое детище. Ни одной игровой студии, я считаю. Так, мы здесь возвращаемся, получается. Так. Это получается коридор для леди. Тут, получается, есть... Это, видимо, было помечено специально для того, чтобы пассажиры знали, куда им идти в туалет. Леди в этом коридоре, джентльмены в другом коридоре. Соседний. Так. Ну, здесь, я думаю, мы ничего особенного не видим. Но здесь, получается, вот, пожалуйста, частная прогулочная палуба уже видна. Давайте-ка зайдем... Вернемся обратно. Мы не были с вами в кафе Паризьен и в а-ля-карте ресторане не были с вами. Обожаю эту музыку. Такая прямо... Между прочим, записываю вечером. Это, можно сказать, своего рода релакс. Так что, если меня немножко склонит в сон, прошу вас... У вас прощение. Так. Тоже прекрасно отражаются все текстурки от посуды. Ну, здесь вот то же самое прямо стоит. В прошлый раз только бутылки не было. Через год появилась бутылка только. Рядом с фотографией предыдущего директора. Так. Ну, мы с вами проходим в а-ля-карт. Ой, какие тут насыщенные краски, ребята. Ой-ой-ой-ой. Сколько раз не заходи в а-ля-карт, у тебя просто глаза расплываются от той красоты. Ну, вообще от этой всей красоты. От вот этих позолоченных... позолочно-крашенных столбов. От вот этих красивых люстр, свечей. Я не знаю, как это описать. Я представляю, какой был кайф реально зайти вот в данное помещение и увидеть это собственными глазами. Никакие... Ни VR, ничего не передаст. Вот реальное ощущение. Бог знает, может, если в Китае воссоздадут вот этот китайский Титаник, может, там они смогут воссоздать вот этот ресторан. Хотя, я сомневаюсь, это довольно кропотливая, жесткая работа. Требует очень много терпения, сил и соответствующего почерка. Потому что, ну, китайцы, вы знаете, они могут делать все очень быстренько и на всем напишут Мада Инчина, а для этого нужно именно... должен быть некий британский дух, может, даже ирландский. Кстати, я очень обожаю вот эту кельтскую музыку. У меня очень много таких... Ну, я состою в группах ВКонтакте с народными, так скажем, народным фольклором. Именно кельтская музыка, ирландская музыка, скандинавская. Я обожаю вот эти... вот эту северную... Короче, северную культуру, можно сказать. О, кстати говоря, вот... Между прочим, если вспомните, вторую демоверсию мы с вами проходили, мы посмотрели с вами вот на вот эти витражи. Какие они были тогда немножко недобитые, вот здесь уже прямо видно, насколько это фотореалистично и как они бликуют. Реальные витражи, вот это реальное. прогресс. То есть, ребята все-таки работали и старались по максимуму, что есть вообще. Ну, тоже самое сказать, можно про курительный салон, то есть, уже они достигли определенного уровня, но ввиду того, что ребятам требовалось конкретное финансирование, разработка затянулась еще на несколько лет. я очень надеюсь, что теперь прогресс будет идти в новом русле, учитывая, что у команды теперь новый директор, да, и мы дождемся игры вскоре. Возможно, еще три года точно придется ждать, однозначно три года ждем, но прогресс, по крайней мере, будет процесс разработки будет идти гораздо быстрее. Ну, здесь все точно так же. Посмотрите, какие окна. Просто это вверх фотореалистичности, красота какая-то. лепота, что тут скажешь, красота, красотища. Так. Что мы еще с вами здесь не посмотрели? Я уже не припомню, честно сказать. Если мне память не изменяет, здесь должна быть да, парикмахерская, но она закрытая, да, точно. Она еще прикрытая здесь. Но, по крайней мере, можно увидеть. Кстати, вот это, получается, каюта самой Иенеля Голдберг. Если не ошибаюсь, в одном прохождении, по-моему, я смотрел, что дама, которая обитала в этой каюте, она сломала руку, по-моему, руку на лайнере. Сломала, да? И, соответственно, ну, выжила после катастрофы, конечно. Но удосужилась еще руку сломать при этом на корабле. Между прочим, если я не ошибаюсь, на лайнере еще был своего рода бокс для изоляции инфекционных больных, которые могли вызвать какую-то пандемию и так далее, и так далее. Там на одного человека однозначно было место. Я не помню, в каком это отделе, но, тем не менее, это здесь и есть. По-моему, в мегадемо-версии это помещение можно увидеть. Кстати говоря, насчет инфекции, если знаете, как бы это грубо не звучало, новая новость для вас. Дельта штамм, можно сказать, отымел омикрон и получился дельта микрон. Как бы это грубо не звучало, прошу прощения. Так что теперь нам придется с вами вскоре встретиться с новым мутированным штаммом. Но я надеюсь, что это будет уже конец вот этой пандемии, потому что реально уже всем уже вот поперек горла вся эта ситуация. Всем хочется спокойствия, а не напряженки. Так. Вроде бы все с вами, ребята посмотрели, да? Вроде бы все. Но тут опять мы вернулись в ресепшн. Чего здесь мы могли не посмотреть и пропустить? Ну, вроде бы ничего. Я, насколько помню, мы все с вами посмотрели. Так. Ну, давайте с вами, ребята, закругляться. Вот на вот этой привычной вот картиночке я с вами пока прощаюсь. Денек придется повременить. Потому что дежурство, работа есть работа. И я надеюсь, через пару дней я смогу вам продемонстрировать теперь игру Британик. Хранитель Средиземноморья. Я думаю, там гораздо будет интереснее, потому что там все-таки уже не Титаник, там уже другой, по сути дела, лайнер со своими новшествами. И после этого я уже думаю, наконец-то уже выйдет в свет, нам обещали после 10-го числа, выйдет в свет альфа-демо-версия. И я уже к этому дню готовлюсь. Сегодня, завтра уже перейдет оперативная память дополнительная, я ее установлю. И я думаю, уже без глюков, без бликов, без всякой вот этой суматохи мы сможем с вами пройти альфа-демо-версию и получить колоссальное удовольствие с вами. И, конечно, придется ее разбить на несколько частей, потому что там все-таки первый класс, второй класс и третий класс, да? И помещений там будет гораздо больше, чем в мега-демо-версии, да? Всем спасибо, всего вам хорошего, наилучшего и до скорого!